Сегодня 11 января. Очень вежливая дата. Сегодня международный день, спасибо. Поэтому спасибо вам за ваши лайки, комментарии и просмотры. Это сильная новость, рубрика Короче. Поехали! А в Украине кот чудом выжил после экстремальной получасовой стирки. Кот по кличке Броша очень любит спать в барабане стиральной машины. В один из дней он оказался там рядом с лежанкой, которая была точно такого же цвета, как и пушистой. Очевидно, хозяева этого не заметили и включили стиралку. Крики бедняги услышали только через полчаса. Но, к счастью, для котика и его хозяев все закончилось благополучно. Но если не считать того шока, с которым столкнулись все участники этой истории. А в этом году вступает в силу обновленный налоговый кодекс, согласно которому процент выплат в госказну существенно возрастает. Осталось совсем немного времени, чтобы заплатить налоги за прошлый год, а также предоставить годовые и квартальные декларации. Кому-то повезло. Его налоги практически не изменятся. У кого-то они повысятся только на 1%, а кому-то придется заплатить даже в 3 раза больше. Ну а как у вас дела с уплатой налогов и подачей деклараций? Пишите в комменты. Давайте обсудим. Заочник из Гумеля лишился денег при бронировании минской квартиры, при этом все равно остался без жилья. Ему нужно было ехать в Минск на сессию. Он подыскал в интернете подходящий для себя вариант, связался с арендодателем. Тот попросил 100% предоплату, отправил ссылку, которая, как оказалось, была фишинговая. Студент лишился 600 рублей. Но мошенник на этом не остановился. Он попросил перевести еще 600 рублей, что гомельчанин и сделал. Как итог, ни денег, ни квартиры. Возбуждено уголовное дело.